Здравствуйте, уважаемые эксперты, здравствуйте, уважаемые участники, зрители нашего мероприятия. Рада приветствовать всех вас на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Мы продолжаем серию обсуждений со специалистами, учеными, климатологами и обсуждаем мы проблемы глобального изменения климата, водные проблемы регионных стран Центральной Азии. Сегодняшняя наша дискуссия посвящена проблемам таяния ледников и влияния этих процессов на состояние экосистем нашего региона и на всю планету в целом. Давайте поговорим о том, что происходит с ледниками, которыми мы, в принципе, жители стран Центральной Азии гордимся, и на которые рассчитываем, потому что у нас есть ледники, вот самые крупные, высокогорные, которые, может быть, нас спасут от жары, палящего солнца, от нехватки воды и так далее. Но так ли это на самом деле? И что происходит с ледниками? Об этом, я надеюсь, сегодня нас просветят наши уважаемые эксперты, ученые, глицеологи, которые не понаслышке знают о проблемах в этой области. Итак, сегодня с нами на связи ученые из четырех стран Центральной Азии, внесшие и продолжающие вносить службы в изучение состояния ледников в наших горах. Сегодня эксперты с нами из Казахстана. Василий Капица, ученый-глицеолог, старший научный сотрудник и исполняющий обязанности руководителя лаборатории высокогорной геокреологии Центрально-Азиатский региональный глицеологический центр под эгидой ЮНЕСКО категории 2. Добро пожаловать, Василий. Здравствуйте, спасибо. Да, сегодня также руководитель, участник комплексных экспедиций, исследований по геологическим проблемам на Алтае, на Памире, Веса, Алтае, Тяньшане, Джунгармском, Алатау и на Кавказе, ученый, географ, академик Национальной академии Республики Казахстан Игорь Васильевич Северский. Добро пожаловать, уважаемый господин Северский. Из Кыргызстана к нам должен присоединиться ученый-глицеолог Рыскул Абджакопович Усубалиев, кандидат географических наук Центрально-Азиатских прикладных исследований Земли, который около 30 лет также занимается наукно-академической деятельностью, исследователь в области климата, высокогорных зон, тайни, ледников и водных профессоров. Из Таджикистана с нами сегодня профессор Абдулхамид Каюмов. Он директор Центра изучения ледников Национальной академии наук Таджикистана, академик Инженерной академии Республики Таджикистан. Он также является академиком Международной академии наук об окружающей среде безопасности и жизнедеятельности с 2019 года. И только за время работы в Центре изучения ледников он организовал более 40 экспедиций. И в составе советской антарктической экспедиции в 1983 и 1984 году он побывал первым таджиком, который был на Антарктиде. Добро пожаловать, уважаемый господин Каюмов. Из Узбекистана с нами Максим Анатольевич Петров. Максим Петров заведующий Центром глицеальной геологии Республики Узбекистан, доктор философии геолого-минералогических наук, ПХД. И также Максим Петров защищал докторскую диссертацию на тему формирования постлициального рельефа в зоне деградирующего оледенения на примере ледников Южного Цяньшаня. Он также участвовал в многочисленных международных проектах по изучению ледников и связанных проблем. Добро пожаловать, уважаемые эксперты. Спасибо за то, что нашли время и присоединились к нашему сегодняшнему важному разговору. Прежде чем начать, я бы хотела немного проинформировать вас о деятельности нашей организации в регионе. Мы, Центрально-Азиатская организация, аналитическое бюро Кабар Азия, позиционируем себя как Центрально-Азиатскую организацию, которая отслеживает и освещает самые насущные проблемы жителей нашего региона. У нас публикуются эксперты, ученые, журналисты из стран Центральной Азии. Мы стараемся предоставлять голоса всем заинтересованным сторонам, чтобы быть услышанными широкому кругу читателей, а также профессионалам и сторонам, принимающим решения. Еще раз добро пожаловать. Как я вам уже говорила, наша встреча состоит из трех блоков. В первом блоке мы будем говорить о состоянии, о нынешнем состоянии ледников стран Центральной Азии. И пока я готовилась к этой встрече, я много перечитала и в интернете нашла один доклад Душамбинского семинара и Салматинского семинара, который прошел в 2013 и в 2014 году. И вот тогда, в этих докладах, 10 лет тому назад, уже были прогнозы и говорили о том, что таяние ледников происходит из-за глобального потепления и изменения климата. И это будет оказывать влияние на высокогорные районы. Это приведет к стихийным бедствиям, как оползни, прорывы ледниковых айзор, и окажет воздействие на социально-экономическое развитие стран-регионов. Ну вот прошло 10 лет с тех пор. Я уверена, что было множество других симпозиумов, конференций и так далее. В связи с этим у меня вопрос к нашим уважаемым экспертам. Что изменилось за эти 10 лет? Сбылись ли прогнозы, в каком состоянии находятся наши ледники? Я вам предварительно отправляла вопросы. Пожалуйста, мы начнем по алфавиту стран. В алфавитном порядке, пожалуйста, слово сейчас Василий вам. В каком состоянии сейчас ситуация в Казахстане? Пожалуйста. Так, слышно, да, меня? Ну, может быть, я переадресую Игоря Васильевичу начало. Да, Игорь Васильевич, пожалуйста. Добро пожаловать. Очень рады, что вы к нам присоединились. Включите, пожалуйста, снова свой микрофон. Значит, Лола, я, во-первых, научный руководитель Лицеологического центра. Я, так сказать, мне жаль, что я не написал вам. Да, я то, что нашла в интернете, я прошу прощения. Да, но все в порядке. Значит, теперь, что касается ледников. Проблема сокращения ледников – это одна из наиболее серьезных и наиболее тревожных не только для стран Центральной Азии, но и для всего мира. Около половины населения Земли зависит от стока с горно-ледниковых бассейна. И прогнозные оценки изменения климата и, соответствующие, реакции оледенения настолько тревожны, что даже Организация Объединенных Наций, откликнувшись на инициативу правительства Таджикистана, объявила будущий год годом сокращения сохранения ледников. Такое внимание к проблеме не случайно. В условиях региона талые ледниковые воды формируют до 50% ледникового стока, то есть годового стока за вегляционный период. Это ресурсная основа сложившейся в регионе системы орошаемого земледелия. И именно эта часть ледникового стока, то есть часть годового стока за вегляционный период сокращается наиболее быстро. Вот по нашим данным, с ускорением, к сожалению, и это самый тревожный, пожалуй, симптом для региона в целом. Потому что если исчезнут ледники, а такая перспектива просматривается, то придется пересматривать целиком всю систему земледелия в Казахстане. Не только в Казахстане, в Центральной Азии. Ледники гор региона, как и мира в целом, сокращаются с окончанием малого ледникового периода. Это середина 19 века, условно 1850 год. Вот до 60-х годов ледники сокращались, следуя повышению температуры ледникового периода, сокращались с ускорением. С относительно небольшим, то есть с ускорением, то есть все более нарастающим темпом. Но темп этот был относительно невысокий. Но резкое ускорение, сокращение ледников произошло в начале 70-х годов. Вот до конца 60-х годов ледники всего региона, Центральная Азия, да не только региона, мира в целом, они оставались в более-менее устойчивом состоянии. Баланс массы многолетнего льда, судя по данным мировой службы мониторинга ледников, сети этой мировой службы, оставались примерно в пределах около нуля. То есть были немножко больше нуля, либо немного меньше, то есть либо отрицательный, либо положительный баланс, но немного. Но в начале 70-х годов произошло резкое ускорение темпов деградации. Это условно это с 1973 года по 78-й, вот зимний баланс массы ледников сократился более чем втрое, обвольно сократился. С 1000-1200 миллиметров до начала этого процесса, до 350 миллиметров в 78-м году и до 270 в 91-м, 95-м годах. Это абсолютный минимум, который вот наблюдался. Ну, к счастью, вот после этого начался, начиная с 2000-х годов, начался медленный процесс, положительный баланс массы, не баланс массы, а положительный тренд этого процесса. То есть снегозапасы, зимние снегозапасы, в том числе на ледниках, они начали постепенно увеличиваться. И это, в общем, обнадеживает, я скажу об этом немножко позже. Вот те темпы, о которых я говорил, сокращение ледников в Центральной Азии, в целом вот так же интенсивно сокращались ледники не только, скажем вот, в Казахстане. В этом отношении наиболее изучено оледенение Балхаса-Лакульского бассейна. Мы на эту территорию имеем каталоги ледников, унифицированные каталоги ледников на 11 временных срезов. Такого нет нигде в мире. И вот судя по этим данным, ледники Казахстана, в том числе вот Уексу-ледник, на котором ведутся наблюдения более 60 лет, сокращаются линейно. То есть с постоянным темпом, начиная с 1975 года. Темп сокращения постоянный. Так же линейно сокращаются ледники всех гор Высокой Азии. Редкие исключения, ну скажем, Маханский коридор, например, бассейн Суёк, это Гималайи, они с очень большой степенью вероятности можно считать, что это результат ошибок в определении площади ледников за отдельные годы. То есть в целом оледенение не только вот высоких гор Азии, но и мира в целом, судя вот по тем, так сказать, графикам, которые мы получили в последнем долечении Мировой службы мониторинга ледников, сокращаются в последние 60 лет линейно. То есть с постоянным темпом убывания ледников. И это, в общем, тревожно, потому что это линейное сокращение. Если эти темпы сокращаться, то, скажем, ледники Казахстана к концу этого столетия могут исчезнуть полностью. И не только Казахстана, это ледники внешних, бассейнов, внешних хребтов гор региона. Киньшаня, как минимум. Это западный Киньшаня, это вот бассейн Карадарья, часть бассейна Сарадарьи. Это, ну, так сказать, целый ряд бассейнов. И отчасти то же самое наблюдается. И не только отчасти, это то же самое характерно и для Памира Алая. Вот мы сейчас закончили составление каталогов ледников, по крайней мере, по трем бассейнам Памира. И там такая же картина. Линейное сокращение. Темпы разные. Темпы сокращения ледников по высоким горам Азии, если весь диапазон взять, они сокращаются со скоростью от 0,11% в год до 0,76% в год. То есть очень большой диапазон и очень большие различия в темпах деградации. Поэтому, если говорить о времени исчезновения ледников, то последними, если сохранится глобальное потепление, исчезнут ледники Таджикистана. Причем, если говорить вот в буквальном смысле, то во всех горных районах последними исчезнут малые ледники. Там есть причины. Если это интересно, я расскажу об этом. Это вот что касается состояния современных ледников, что происходит и, так сказать, что можно ожидать. Спасибо большое. Вот такие результаты. Да. Ага. Настораживающие прогнозы. Это не только настораживает, это, в общем, очень серьезно напрягает. Да, пожалуйста, да, Абдул-Хамид, профессор Каюмов. Я хочу у нас участвовать из Кыргызстана. Василий, у вас есть что-нибудь добавить? Ну, я бы добавил лишь цифры к сказанному Игору Васильевича, что вот как бы основные вопросы. Если отвечать на ваши основные вопросы, просто приведу некоторые цифры. Например, вот самый крупный ледник в Казахстане, ледник Корженевского, с 1955 по 2022 год сократился на 5 километров квадратных. С 37,5 до 32,8 километров, то есть на 13%. Ну, если брать самый один из самых изученных ледников, на котором мы проводим наблюдения ледник по Юксу, то он потерял с 1958 по 2023 года почти 37% своей площади, сократился с 3,2 километра квадратных до 2,2 километра квадратных. По фронту язык ледника отступил почти на 1200 метров за период наших глицеологических наблюдений. Всего 15 раз был положительный баланс на леднике Туэксу. Но вот как Игорь Васильевич заметил, что сейчас у нас идет тенденция на увеличение зимнего баланса, и за последних 17 лет наблюдался 4 раза положительный баланс из всего ряда наблюдений. То есть идет с надеждой на увеличение чистоты положительного баланса, скажем так. Ну, а средний годовой баланс за этот период составил минус 0,42 метра по всей площади ледника. И ледник потерял за весь период наблюдения более 74 миллионов кубических метров в водном эквиваленте. То есть сокращение массы происходит со скоростью более 1 миллиона кубических метров в год. Вот я что хотел добавить по цифрам. Спасибо. Спасибо большое. Прямо все тревожнее и тревожнее, да, мне становится, честно говоря. Я хочу еще, так сказать, добавить тогда по этому поводу то, что Василий говорил, крупный ледник Роженевского, ледник, все ледники имеют разный темп сокращения. Малые ледники сокращаются быстрее, большие ледники медленнее. И в свое время, значит, вот на анализе вот этой тенденции сокращения ледников по Евразии мира, и вообще от части мира в целом, значит, я получил вот такую экспоненциальную зависимость динамики сокращения ледников в зависимости от их площади. Оказалось, что площадь 14 километров, то есть экспоненциально сокращаются ледники, площадь ледников. И оказалось, что площадь ледников 14 километров квадратных. Почему такой разброс, вот диапазон большой по темпам сокращения? Потому что влияет, очень сильно влияют локальные факторы на реакцию ледника, на изменение климата. Так вот, эта вот реакция ледника, она сходит на нет при площади ледников более 14 километров квадратных. Все ледники больше этой площади, они реагируют на изменение фоновых климатических условий при максимально ограниченном влиянии локальных факторов. То есть именно вот эти ледники, крупные ледники, они дают возможность проследить для сравнительных оценок динамики оледенения межрегиональных, межбассейновых различий. То есть это вот, есть такая она тенденция, на основе вот этой тенденции, в основе этой тенденции положена методика расчета распределения характеристик снежного покрова в горах, которые мы предложили, и которой нет аналога до сих пор. Мы очень активно, так сказать, используем эту методику. Есть карты распределения снежного покрова на Тиньшань, отчасти на другие горные районы. То есть эта работа продолжается очень серьезно. Спасибо. Спасибо большое. Да, это очень интересно. У нас, вот я говорю же, мы готовы публиковать материалы и ученых, и экспертов также. У нас есть материалы, вот я скинула то, что нашла в нашем архиве, статьи по Кыргызстану, Таджикистану, но вот нет по Узбекистану и Казахстану. Наверное, нужно этим срочно заняться, чтобы люди понимали, что происходит. Господин Каюмов, пожалуйста, вам слово. Таджикистан является инициатором очень многих инициатив, которые, вот Игорь Васильевич сказал, следующий год будет объявлен годом ледников по инициативе Таджикистана. Каково состояние сейчас наших ледников, пожалуйста, расскажите. А у вас отключен микрофон, пожалуйста, включите свой микрофон. Нет, он у вас до сих пор так. Вот все. Во-первых, здравствуйте всем. Я очень рад видеть вас. В добром здравии и активнее. К сожалению, я только мог посмотреть ваши ресурсы. В отличие от Казахстана, к величайшему сожалению, в Таджикистане после 90-х годов полностью были приглашены все глицологические работы. И наш президент в ходе вот этой инициативы по устойчивости, по десятилетию устойчивости к водным проблемам и также пятая инициатива по сохранению ледников стали немного возобновляться наши исследования. Ну, в принципе, мы сделали очень многое. Во-первых, мы подготовили первичную карту всех ледников и сейчас идет интенсивная разработка и детализация ледников. Я даже в конкретном могу сказать, вот, например, подготовили сейчас, чтобы вы поняли, чтобы... Так, я прошу прощения, вот такой красивый, красивый атлас ледников, вот видно, вот так. Ледников-Фетченко мы сделали вот такой карту, довольно подробный. Мы использовали методику картографии и каталогизация. В принципе, нам это удалось. Мы готовимся выпускать 12 томов. И в свете подготовки к 2025 году у нас идет вот правильно, прямо у нас на столе сейчас лежит вот от правительства письмо, чтобы мы подготовили и организовали ряд мероприятий. Кстати, я всех приглашаю. В сентябре будет у нас Конгресс, первый Конгресс, Всемирный Конгресс по сохранению ледников, именно по сохранению ледников. Крупный Конгресс, мы планируем участие не менее 300 человек, из них более 100 будет иностранцев. Сейчас поддержку мы получили со стороны ЮНЕСКО, со стороны ВМО и другие международные организации. Идет подготовка. Ну, состояние наших ледников, честно говоря, тенденции в Центральной Азии во всем мире, в принципе, одинаковые. Только они отличаются по объему. Даже у нас в Таджикистане, они имеют одинаковые тенденции, но по объему отличаются. Например, в Восточном, наши первичные результаты показали, что на Восточном Памире идет интенсивное таяние ледников, деградация, сокращение языковой части ледников. На Восточном Памире медленнее, чем, скажем, Верховая Заровшана. Верховая Заровшана – это действительно катастрофическое идет сокращение. Один из признаков – это увеличение количества, уменьшение языковой части, увеличение количества ледниковых озер. Например, у нас подробные наблюдения мы проводили на леднике Бар-Алмаз, который мы исследовали с 70-х годов. То есть с 70-80-х годов, если были там пару штуковых надледниковых озер, сейчас их количество до 9 уличилось. И к чему это привело? Привело к тому, что в 2023 году пять раз был прорыв ледниковых озер, ледника Бар-Алмаз. Наши приборы показали, что, например, прорыв продолжался всего 15 минут. Но ушеб, который за 15 минут нанес к народному хозяйству, скажем, района Джиргиталя, составили 20 миллионов сомнений. Это очень много. Поэтому ледники, с одной стороны, если они являются источником питьевой воды, чистой воды, с другой стороны, являются опасными гидрометрогическими явлениями и наносят огромный ушиб народному хозяйству. Ну, в общем, вот такой сумбурный, пока я не вошел в вашу тематику, вот общая обстановка такова. А то, что касается баланс массы, действительно, что мы сейчас в четырех ледниках, в шести ледниках делаем баланс массы. У нас наблюдение всего за некоторых три, в некоторых четыре года. Вот у них, например, по 15-20 лет, но это можно о чем-то говорить. Три-четыре года глицология очень сложно говорить о чем-то. Например, в этом году было мало осадков. Естественно, если мы летом пойдем, даже, я боюсь, что мы найдем снег на ледниках, чтобы копать шов. Такой может быть. Ну, в общем-то, обстановка с изменением климата очень сложная. Вот, также приглашаем вас 10 июня на конференции. Конференции по дистанции вододостовщего развития. В этой конференции есть форум ледников, где ВМО, ЮНЕСКО и некоторые другие организации, GIZ, организуют форум такой. Также, если у вас будет возможно, пожалуйста, приезжайте, участвуйте. Мы будем рады общаться и организовать какую-нибудь сайдеведию, реформу совместно со всеми централизациями и республиками. Ну, там будет стенд о наших достижениях, о наших полученных результатах. Довольно ощутимы сейчас, до 5 лет наши результаты. Мы будем показывать всем гостям. Рады будем увидеть вас. Спасибо огромное. Спасибо большое вам за ваш рассказ. Вот у меня один вопрос такой есть. Вы говорите о том, что некоторые ледники имеют свойство восстанавливаться. Да, будем надеяться, потому что когда вот иногда, знаете, ну, конечно, я не специалист, я не могу сказать, но иногда пролетаешь зимой над нашими горами, и когда видишь там много снега, как-то душа более-менее успокаивается. Хотя, конечно, прорывы, сели и так далее, это тоже не очень хорошо. Спасибо вам, Антонин. Спасибо, вам хорошо. Спасибо. Еще мы поговорим, да, у нас. У меня еще много вопросов. Ничего, хорошо. Да. Пожалуйста, Максим, вам слово, расскажите нам, пожалуйста, о ситуации с ледниками Узбекистана. Ну, как уже предыдущие выступающие сказали, в каждом, скажем, регионе таком, там, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, ситуация неоднозначна, потому что оледнение представлено разными формами оледнения. Ну, у нас не так много ледников, но они очень большую роль играют, конечно, в жизни людей. И в маловодные годы дают до 25% стока, как наши коллеги из Фрибургского университета, швейцарцы по Центральной Азии. Еще даже более смелые цифры дают, до 60%. Недавно вот мы собирались все на глицологической конференции. Ну, темпы примерно отступания, скажем так, со средними по Центральной Азии совпадают. Ну, опять же, на нашей горной периферии, в западном Теньшане, они отступают с меньшей, так сказать, интенсивностью и всего на 20% отступили. А на юго-западе, это на Гесарском хребте, в южном Теньшане, ледники Сурхандари потеряли 40% площади. В Кашкадарье у нас вообще катастрофическая ситуация, до 70%. Ну, естественно, от этого меняется и количество ледников. Ну, что самое парадоксальное, ну, все глицологи, конечно, тут знают, что количество ледников растет, а площадь уменьшается. То есть более крупные формы оледнения распадаются на более мелкие, а станцовые формы, их вроде по количеству больше, а площадь становится все меньше и меньше. Ну, естественно, исходя из того, что я озвучил по поводу разного изменения площадных характеристик по территории Узбекистана, естественно, и темпы разнятся, потому что, например, для бассейна ледников Пскема, которые насчитывают порядка 250, там самые малые темпы сокращения, ну, и мы даже скажем, что они еще до 22 века доживут. А вот в бассейне Сурхандари, они уже с меньшей жизнью остаются, то есть им, ну, мы дадим там до конца 21 века. Ну, это, опять же, по нынешним темпам сокращения, как климат изменится там к концу 21 века, не можем сказать. Может быть, вдруг будет что-то наоборот положительное. Ну, и, конечно, меньше всего ледников, меньшей жизни ледникам остается в бассейне Кашкадарьи, мы вот даем где-то 80-90 лет по нынешним темпам сокращения. Ну, вот ситуация такая, так что она неоднозначна, но однозначно можно сказать, что ледники уменьшаются, увеличивается количество ледниковых озер. Возникает, так коллега наш из Саджикистана сказал, большая угроза прорыва. И во втором блоке я, конечно, скажу, в каких проектах мы работаем и как мы эти угрозы стараемся редуцировать, защитить население наших горных регионов. Ну, в общем, в целом такая вот ситуация. Она не расходится по оценкам, просто немножко расходится по изменениям площадей, немножко расходится по темпам, но она укладывается в общие рамки как для Центральной Азии, так и для всего мира. Спасибо. Спасибо большое. Да, вот сейчас мы уже, ну вот, к сожалению, наш эксперт, который, кстати, вашими контактами со мной как раз-таки Рыскулу Субалиев, вот, видимо, он сказал, что он будет в поездке, и я очень сильно рассчитывала на кто он будет, но он не присутствует. Но, тем не менее, вот я, эти ссылки, некоторые говорят, что не работают, я три статьи скинула у нас на сайте, которые есть, и там две из них по Кыргызстану. Ситуация, конечно, там такая же, там в этой статье написано, что 13% площади ледников у них сократилось, где-то больше, где-то меньше тоже. Но мне интересно, вот у нас есть одна статья, где в каком-то из регионов Кыргызстана люди там при помощи, конечно, организаций искусственные ледники создают. Вы позволите прокомментировать ситуацию, раз я еще не выключил микрофон? Ну, в общем, впервые такой опыт появился уже порядка 20 лет назад в Ладаке, одной из самых высокогорных областей Тибета, ну, то есть Китайской Народной Республики на данный момент, где субарктический климат и очень сухо, но зато очень большое время отрицательной температуры, они в течение лета запасают воду в каких-то водоемах, потом эту воду подают в специальные распылительные установки и намораживают, как они называют, ступы до 17-20 метров, огромные такие ледяные водонапорные башни, как называют сейчас, как современная терминология называет ледники, но здесь вот такие вертикальные ледники, и за время лета, когда они испытывают острый дефицит воды, естественно, они вот эту воду расходуют именно на свое сельское хозяйство. Ну, к этому подключились специалисты и из Швейцарии, и из Шотландии, Абердинского университета, ну, начали это все студенты. В общем, есть такая инициатива. Другая вещь есть, это уже больше в Швейцарии, они закрывают, нет, я замечу только некоторые свои ледники по пилотным проектам, специальным геотекстилям, которые отражают солнечный свет, таким образом, какую-то часть ледников они могут уберечь, и даже коллеги наши из Приборгского университета посчитали, что защитить все ледники в Швейцарии вот так вот в год надо потратить 4,5 миллиарда долларов, и это помимо того, что, скажем, этот геотекстиль кому-то надо убирать, он может принести как бы еще какие-то экологические последствия. Ну, и есть еще система намораживания искусственного снега, это на леднике Мартирач, они хотят, ну, то есть уже был пилотный проект, они с помощью трубопроводов из ледникового озера подают воду, и уже был такой опыт, что это сделать можно, но посчитали даже по миру те ледники, которые по всему миру доступны, чтобы вот такие вещи сделать или намораживать, или покрывать геотекстилем, где-то надо потратить около 1 триллиона долларов, ну, естественно, это там, куда можно добраться. Так что вот ситуация, спасать ледники можно, но это дорого, трудоемко, и еще как бы экологический эффект положительный, отрицательный до конца неизвестен, ну, так же, как и с Антарктиды. Поднимать воду, опреснять, намораживать шельфовую часть, так изменится циркуляция течения. Когда мы такие вещи начинаем делать, надо прежде всего думать, конечно, и о последствиях, что это может, лишь бы не навредить еще больше. Спасибо. Спасибо большое, да, очень интересно, конечно, и все опять упирается в деньги, как всегда, у человечества, да. Давайте теперь поговорим о том, что делается, да, вот вы говорите. Максим, вы можете продолжить, потому что мы в обратном порядке пойдем. Хорошо, хорошо, пойдем. Расскажите нам, какие инициативы предпринимаются, когда были последние исследования, что вообще. Ну, исследования, да, 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 сейчас расскажу. Исследования у нас начались с времен, ну, в общем-то, такие активные ледниковые исследования с времен Международного геофизического года, 56-й год, на леднике Фетченко существует наша лаборатория глицеологии, которая там сформировала сейчас центр глицеальной геологии. Ну, последние годы, ну, нормально нас финансируют. Во-первых, мы участвуем в государственных программах геологических исследований, ну, она так называется, мы исследуем ледники. Последняя программа как раз занимается созданием атласа ледников Узбекистана. В общем, большую помощь как раз нам оказывает глицологический центр ЮНЕСКО второй категории, Алматы, они наших ребят обучали, как правильно составлять эти каталоги, чтобы все наши каталоги были унифицированы, и подход был единообразным. Тогда будет проще уже сравнивать эволюцию и оледнение. А так, да, мы вот как раз с нашими коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и отчасти в Туркмении участвуем в очень большом количестве проектов, в том числе вот сейчас запустили под эгидой фонда ГЭФ проект «Триосфера». До этого у нас шоу, и он продолжает идти, проект «Гловка» о, так сказать, угрозе прорыва ледниковых озер с теми же участниками. Все эти проекты осуществляет региональное бюро ЮНЕСКО Алматы. Ну и, собственно, помимо этого еще у нас есть много мелких проектов, и были, и дальше, которые касаются больше экологии, качества ледниковой воды, изотопного расчленения стока, как разделить сток вот этих ледниковых рек, чтобы смотреть, как влияет этот сток на жизнь людей, на чистоту. Ну, много у нас работы всякой интересной. И вот, как уже говорили коллеги, под эгидой GIZ мы проводим такие колосеминары. В прошлом году они были на леднике Туюксу. В этом году хотим всех пригласить на наш тестовый ледник Баркрак Средний с помощью швейцарского агентства SDC. Уже с 2016 года у нас сейчас функционирует комплекс по измерению баланса массы на леднике Баркрак Средний в западном Теньшане. К сожалению, ледник Абрамова, который, где была узбекская глицологическая база, он был разгромлен террористами в 99-м году. И только через 10 лет установили люди из ГФЗ автоматическую метеостанцию. То есть в 10 лет там был пробел в наблюдении. В этом плане, конечно, наши коллеги на леднике Туюксу в наиболее выгодной ситуации их наблюдения никогда не прерывались. Ну вот мы сейчас начали уже сколько? Получается 4. И уже 8 лет почти у нас идут такие наблюдения на леднике Баркрак Средний. В общем, стараемся изо всех сил, активно сотрудничаем, меняемся информацией. Ну, я считаю, есть еще чем позаниматься. Применить геофизические методы, определить объемы ледников. Активно используем дистанционные методы исследования для получения геодезического баланса массы. Ну и посмотрим экологические последствия, что происходит после ледников. Ну вот в целом вот такая ситуация, если кратко сказать. Спасибо. Спасибо большое. У меня еще такой вопрос. Готовят ли ученых глицеологов в наших странах? И где, и кто этим занимается? Есть ли преемственность? Спасибо, очень интересный вопрос. У нас недавно открылся, помимо географического факультета в нашем национальном университете, еще факультет гидрометеорологии, и там выпускают магистров-глицеологов. И один из моих молодых сотрудников, как раз один из первых выпускников. Ну и, в общем, для нас, конечно, университет – это кузнец кадров. Мы берем этих студентов летом на летнюю практику глицологическую, гидрологическую, присматриваемся, ну и ребят берем потом к себе на работу. И они у нас продолжают обучаться, трудному ремеслу глицеологии защищаются. Ну и как бы такая смена поколений идет, слава богу. Хорошо. Большое вам за ваш ответ. Пожалуйста, Абдулхамид Каюмас, вам слово расскажу. Что делается сейчас, чем занимаетесь, как обстоят дела с экспедициями и финансированием. Пожалуйста, включите свой микрофон. Нет, микрофон не включен. Не слышно, не слышно вас. Мы вас не слышим. Пожалуйста, нажмите, там есть микрофончик. Включить звук вот так, нашел. Да, 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 спасибо. Звер серьезный. Так, у нас я не могу жаловаться на финансирование. У нас финансирование есть бюджетное, довольно серьезное в финансировании. В связи с 25-го года, международного года, сохранили ледников. И партнеры по устойчивому развитию также нас очень хорошо помогают. У нас есть бюджетное, как сказал, бюджетное финансирование. Дело в том, что нам нанес колоссальный ущерб это агентство по гидрометеорологии. Везде он сообщает, что есть у нас исследования, проводим исследования. Когда реально стали изучать существующие материальные научные, оказалось, что ничего нет. Об этом даже Котляков писал, что нет вообще работы. И вот это на данный момент мы восстанавливаем и возобновляем научные исследования, которые соответствуют международному стандарту. И вообще были бы это реальные исследования. Выезд на ледники, на ледниках, вот выезд. Мы сейчас составили 6 станций высокогорных, от высоты 3500 до почти 5000 метров. Дважды мы были сейчас на леднике Фетченко. И в 2024 году также сейчас мы организуем на ледниках Фетченко изучение толщины ледника Фетченко. Но, к величайшему сожалению, у нас трудности с вертолётом. У нас получается парадокс. Деньги есть, вертолёт, который мог бы летать на такой большой высоте. К сожалению, пилота нет. Но, несмотря на это, мы проводим в год минимум 10-12. Вот в декабре у нас было запланировано всего-навсего 12 экспедиций. Вот сейчас, когда я посчитал, буквально неделю назад для правительства, чтобы изменить, у меня получилось больше 20 экспедиций. Больше 20. Это очень трудоёмкая, очень затратная и даже порой опасная экспедиция. Ну, вот недавно была встреча с новым проектом ГЭФа. Тоже увеличилось количество экспедиций. И, несмотря на это, вот насчёт преемственности кадров. К величайшему сожалению, я говорю, что были сведения о том, что у нас есть глицологи. Но, когда стали реально смотреть, даже у нас нет факультета, института, который выпустил бы глицологов. Вот я пытался организовать кафедру глицологии в Педенесуте. К величайшему сожалению, я ушёл оттуда и закрыли его. Потому что быть на посту директора и заниматься учебной работой. Но мы не сдаём позицию. В нашей академии мы организовали магистратуру, докторантуру, аспирантуру. Сейчас мы готовимся. Ну, к сожалению, плохо идут. Но пытаемся привлечь молодёжи. Сейчас у нас уже число докторантов, аспирантов и магистратуры уже больше десяти. Это очень отрадно. И я даже могу сказать, что мы создавали первые ростки глицологической школы Таджикистана, которая никогда, я ещё раз повторю, никогда не существовала. Были те, которые исследования проводили в Российской Федерации. Вот из Узбекистана проводили с анигмой. Они проводили, обследовали, уходили. К сожалению, агентство гидрометеорологии проводило так, поддерживающие, вспомогательные работы. Единственное, чего проводили, они языковой часть измеряли. А все основные, фундаментальные, хорошие исследования были проводены. И эти материалы находятся в Институте географии и в Санигме. Ну, абсолютно так, ну, не униваем. Вот я очень отраден, что здесь было сказано о том, что мы по единиметодикам пытаемся посчитать количество ледников по Центральной Азии. Это очень хорошее достижение. Потому что уже настолько каждая республика заявила своих ледников, что уже для других республик не остаются ледников. Всего-навсего в Советском Союзе было 27, уже, я это смешно, честное слово, те вот старшие товарищи знают, уже количество ледников в два раза превышается тот, который был выпускен в каталог ледников. Ну, это не... ну, зачем такой гигантизм? Вот с помощью новейшей технологии надо реально измерить, посчитать количество ледников и оценить запас воды. Запас, то есть объем, содержание, глубина. То есть нужны серьезные исследования. Я хочу отметить, вот старшие товарищи поддерживают меня, что глицологическая наука – это очень дорогостоящая, очень сложная наука. И вот в 90-е годы были тенденции о том, что мы только дистанционно можем наблюдать, и экспедиционные работы нам не нужны. Но без этого не получится. Экспедиционные работы обязательны. Вот 20 экспедиций, по-моему, ни одной республики столько экспедиции не организует. Потому что нам необходимо абсолютно данные, минимальные научные данные. Мы должны до 2025 года, во-первых, завершить выпуск 12 томов, оценить резервы состояния всех ледников, выпустить очень много книг и информационных материалов. Мы сейчас провели первичный анализ количества выпущенных материалов в Таджикистане и по Таджикистану. Например, 90-х годов до 2018-х были единичные. Сейчас уже количество ежегодно увеличивается до 30-50 штук в год. Это до 2023 года. Я думаю, что в 2023 году и в 2024 году уже даже по предварительным нам уже больше 20 работ уже мы выпустили. То есть прогрессируемся. Дай Бог нам всем здоровья, чтобы мы начатое довели до конца. И это, конечно, совместно с Центральной Азербайджанской Республикой. Вот создание регионального центра под эгидой ЮНЕСКО. В общем-то, как-то ожил координацию между республикой и ЮНЕСКО делает огромную работу по прорыву опасных озер, в которой мы, в принципе, работаем, принимаем единые методики. Это, в общем, прогресс есть. И объявление 2025 года, Международный год сохранения ледников, это как-то в мировом масштабе внес какой-то вклад в развитие сотрудничества. Раньше мы могли мечтать о том, что вот я, например, могу, это не исторически, в 2011 году я организовал экспедицию глициологических верховья реки Вахши-Пянджа. Мы не нашли глициологов в Центральной Азии, чтобы организовали единичные из республики, единичные. Из Узбекистана один человек приступил. Один человек мы еле выпросили через каких-то знакомств из Казахстана, из Киргизии по одному человеку. Хотя мы планировали, минимум 5-10 человек. Это в 2011 году. А сейчас, пожалуйста, мы готовим. Вот мы участвуем в школах, которые организуют в Казахстане с удовольствием. Я думаю, что мы это будем проводить в Узбекистане и у нас в Казахстане. Так что прогресс есть. Дай Бог всем здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Очень оптимистично. Я вот тоже думаю, что когда перейдем... Я хотела спросить вообще о взаимодействии между глициологами в Центральной Азии. Вы бы рассказали и рассказывали предыдущие эксперты также. Я надеюсь, что все так и будет, как вы задумали. Спасибо большое. Вы расскажете или Василий расскажет нам о том, что делать сейчас. Вы вообще начали рассказывать? Ну, пожалуйста, если есть поподробнее что-то. Значит, если говорить о том, что делается и откуда корни. С 1938 года в глициологии, присутствии в тематике Института географии, тогда еще филигала в Союзной Академии НОУ. Очень много сделано. Есть масса публикаций, в том числе монографий. Вот это направление я возглавил в конце 80-х годов. По разным причинам, кто в мир иной ушел, кто в другую страну уехал. Значит, и встал вопрос о том, чтобы сохранить это направление в казахстанской науке. Вот я возглавил это направление, до сих пор худо-бедно, как говорят ведом. За это время, с конца 80-х годов, мы участвовали в разработке 24 международных программ и проектов. С участием ученых многих стран мира. Практически все страны Европы. Это и скандинавские три страны, и Франция, и Германия. С Германией особенно техные связи были у нас. Это Мюнхенский университет, отдел глицологии Баварской академии наук, университет имени Гумбольда в Берлине, университет Боннский, институт географии. То есть мы очень серьезно работали, продолжаем работать, в том числе с учеными Соединенных Штатов, Англии. Вот большой проект был Чарис, это по снежному покрову и оледенению города Центральной Азии. Он завершен благополучно. Все эти проекты благополучно завершены, есть публикации, в том числе на английском языке, англоязычные, две монографии изданы. Значит, следующий большой, так сказать, блок работ, это когда мы, глицология находилась в составе Института географии Академии наук Казахстана, мы начали работать по проблеме водной безопасности. Вот к настоящему времени выполнены три блока работ по этой проблеме и три серии публикаций. Одна из них 32-тонная, вторая 2-тонная и последняя из 7 томов. В каждой из этих публикаций есть том снежно-ледовые ресурсы Казахстана. В каждой из этой публикации. То есть, это очень серьезная работа и там для циологии представлено, ну, как говорят, в числе определяющих. Дело в том, что проблема водной безопасности имеет две составляющие. Одна из них ресурсная и вторая управление ресурсами. Первое, это какими ресурсами поверхностных вод мы располагаем. То есть, оценить водные ресурсы на локальном, региональном уровне. А вторая, это как распорядиться водными ресурсами в условиях, когда почти половина их приходится на трансграничные воды. То есть, это очень серьезная проблема. И вот этой работой мы занимались в составе вот института географии и продолжаем работать сейчас как единое целое. Несмотря на то, что центр выделился в самостоятельную структуру, но мы продолжаем работать как единое целое. Дело в том, что ресурсная составляющая вот этой проблемы водной безопасности целиком замкнута, почти целиком, замкнута на грациологии. В общей сложности более 80% годового стока рек региона формируется талыми снеговыми и ледниковыми водами. Поэтому оценка снежных и ледниковых ресурсов – это основа понимания того, что мы имеем и что происходит с водными ресурсами, и на что можно рассчитывать в будущем. То есть, вот эти вот две составляющие проблемы водной безопасности, они двуедины, как говорят, неразделимы. Поэтому мы продолжаем работать как единое целое с институтом географии. Вот в этом году опубликована уже третья наша монография в составе вот этого блока. Снежно-ледовые ресурсы Казахстана теперь уже по Орало-Сердоренскому бассейну. Это вот то, что касается международных наших, так сказать, проектов и то, что такие вот, так сказать, блоковые серьезные проблемы по Казахстану в целом. Теперь, что касается, опять-таки, международных проектов. Мы очень плотно, начиная с 2014 года, работаем с университетом Райзинга. Есть команда там, Мария Шагедана возглавляет ее. И вот за эти годы в рамках проектов, которые начались с казахстанско-британского проекта Ньютона Аль-Фараби и продолжаясь там при поддержке фонда у британского, британских фондов, мы выполнили, успешно выполнили, завершили работы по шести проектам. В рамках этих работ мы сформировали в каждой из стран региона, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, рабочие группы. И эти рабочие группы очень эффективно работают вместе с нами, вместе с университетом Райзинга. Есть такие значимые публикации в международных журналах и по оценке ресурсов, и по качеству воды, в том числе на основе данных изотопного анализа. Вот с участием вот этих групп мы проводили очень серьезную работу, это оценка источников формирования водных ресурсов, источников формирования стока и оценка состава осадков методом изотопного анализа. Вот сегодня в Казахстане присутствует, я надеюсь, что она слушает нашу передачу Зарина Сайдалеева, докторантка этого рейдинга в Университете, закончила уже это, докторантка прошла предзащиту. И я надеюсь, что уже в июне будет еще один доктор PHD в составе нашей команды. То есть вот эта работа продолжается. Мы выполнили очень серьезные работы на базе этого сотрудничества. В конце я скажу об этом более подробно. Теперь, что касается то, что мы делаем сейчас. Сейчас мы, во-первых, продолжаем работу мониторинга криосферы. Мониторинг криосферы – это очень серьезный блок. Мы работаем на трех станциях, три станции круглогодичного мониторинга в горах Северного Теньшаня. Это одна из них в бассейне реки Мала Алматинка, Киши Алматы. Это станция ледник Туиксу. Базовая станция, с которой мы начинали этот мониторинг. Она имеет ряд наблюдений, непрерывных наблюдений, в том числе за балансом массы ледника Туиксу, начиная с 1958 года. Это один из самых длинных рядов, непрерывных наблюдений, мониторинга баланса массы ледника в мире. Это таких ледников в общей сложности не больше десяти в мире. Вторая станция. Две другие станции. Большое Алматинское озеро и станция Жусалы-Кизянь у перевала, горного перевала, из Большой Алматинки в проходную. Они работают с 1968 года. С 1968 года мы эту станцию перенесли из бассейна реки Тургень, где работали 19 лет. Была такая станция, зимний стационар. Перевели эту станцию в бассейн реки Большой Алматинки. То есть на базе этих станций проводится очень серьезный мониторинг криосферы. Это снежный покров, подземная температура грунта в 32 скважинах термометрического мониторинга, распределенных по территории бассейна с учетом различий по абсолютной высоте, составу грунта и типу растительности. Есть обобщение, в том числе монография наша, снежный покров и сезонное промерзание на базе этих наблюдений. То есть эти вот работы продолжаются непрерывно. Вот на этих станциях те, кто наши коллеги из стран региона, они хорошо знают, были на всех этих станциях. Значит, мы проводим тренинги. И вот мы в общей сложности провели три тренинга по составлению каталогов ледников для специалистов из стран региона. Четыре, вернее, тренинга. Первые провели еще до начала работ открытия центра в 2011 году. Очень успешно провели все эти тренинги. Очень хорошие отзывы имеем. И провели, в прошлом году провели экспедицию на леднике Туиксу, на базе станции ледник Туиксу. Тоже с участием специалистов из стран, вот партнеров по нашему центру. Это Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Россия. То есть в этом плане, вот и в плане подготовки кадров мы работаем достаточно активно. Вот у нас, кроме того, мы готовим, так сказать, докторантов. Двое у нас сейчас в докторантуре обучаются. Магистрантов, так сказать, подготовка. Вот два человека, один из Таджикистана, одна из Таджикистана. Значит, есть, кроме Зарины, докторанты, PHD, при Рейдинговом университете с центром КАС-челезащита. То есть мы работаем довольно активно над, так сказать, формированием кадров. Теперь, что касается, вот, кроме этих работ, вот, мониторинга, мы проводим сейчас исследования по программе целевого финансирования. Эта программа возникла неожиданно для нас, необходимость в программе возникла неожиданно. Вот я скажу немножко подробнее об этом. Когда мы закончили последний проект в рамках программы водная безопасность по Севдорийскому бассейну, мы вдруг столкнулись с серьезной проблемой. Значит, дело в том, что самой надежной основой оценки изменений, оледенений является сравнение данных, унифицированных, идентичных по содержанию каталогов ледников на разные годы. То есть это серия каталогов ледников на один и тот же бассейн. И вот таких каталогов ледников в этом отношении наиболее изучена территория бассейна Балхаша-Лакульского. На эту территорию мы имеем каталоги ледников на 11 временных срезов. На 6 временных срезов мы имеем каталоги ледников по бассейну реки Иртыш. И итоги вот этих работ, надежная оценка, возможно, когда мы сравниваем данные, скажем, площадь или объем ледников, предыдущая каталога ледников, предыдущая каталогизация, последующая. То есть мы напрямую определяем потери многолетнего льда. Не расчетным методом по температурам, там по разным, а напрямую определяем. То есть это надежная оценка. Но и сейчас мы имеем по бассейну Балхашу-Лакульскому на 11 таких промежутков времени. Но когда мы попытались оценить таким способом изменение леденения бассейна Сырдарей, мы столкнулись с проблемой, оказалось, что практически все известные каталоги ледников этого бассейна не отражают реальные ситуации. Площадь ледников бассейнов очень существенно занижена, причем иногда на 30 и более процентов. И вот тогда возникла необходимость заявить, подать заявку на программу целевого финансирования. Мы выиграли эту заявку, нашли способ коррекции вот этих каталогов ледников с такими ошибками. И в конечном итоге просчитали динамику ледников бассейна Сырдарьи на 9 временных срезов всех составляющих бассейна и всего бассейна в целом. И имеем возможность оценить ледниковый сток за счет таяния многолетнего льда за все вот эти вот 9 промежутков времени, начиная с 1955-1958 года по 2022 год. То есть это очень серьезная работа и выход на ледниковые ресурсы бассейна Сырдарьи, это работа, которую пока не удавалось сделать. Такую же работу в рамках этой программы, она рассчитана на два бассейна. Это бассейн Сырдарьи и Амударьи. Вот в прошлом году мы закончили практически работу по Сырдарьи, в этом году продолжаем эту работу по Амударьи. Есть уже три, по крайней мере, завершенных каталога ледников на 2-3 временных среза. Это по бассейну Амударьи. Это Ясгулем, это Муксу, это... О, Господи, выскочил из памяти. Кашкадарья и Турхандарья. То есть однозначно совершенно мы можем сказать, что и ледники бассейна реки Амударьи, вот те, которые я перечислил, сокращаются линейно с теми темпами, которые соотносятся с темпами сокращения вот Балхаша-Лакойского бассейна, ну, разные, так сказать, внутригорные и внешних бассейнов. То есть темпы разные, но направление, тенденции изменения ледников одинаково. Вот эту работу мы, так сказать, продолжаем, и, так сказать, я надеюсь, что будет завершена эта работа. Кроме того, мы участвуем в разработке проекта «Гловка» уже четвертый год, вполне успешно. И в этом году мы начали работать по проекту «Криосфера». Это проект ЮНЕСКО, это Глобально-экологического фонда и ПРАОН. Это серьезная, так сказать, программа. Есть, как говорят, проблемы на старте, но я думаю, что мы все это преодолеем. И я надеюсь, что мы будем очень тесно сотрудничать с нашими коллегами из стран региона, потому что мое твердое убеждение, что если вот в рамках этой программы каждая страна будет работать по своему усмотрению, по своим, как говорят, возможностям и видению, по своему видению, то результат будет не очень, как говорят, сопоставим. Очень важно вот такое тесное взаимодействие, творческое взаимодействие ученых стран региона. Я буду пытаться вот двигаться в этом направлении. Спасибо. Игорь Васильевич, можно вопрос? Да. Спасибо. Я второй раз слышу про ледников в Муксу и Азбулем. Конечно, большое спасибо. Сейчас, в принципе, нет границ до сателлита. То есть любой человек с любой точки может исследовать этот регион или другой регион. В принципе, мы должны сказать, о, зачем вы лезете к нам? Нет, наоборот, я буду благодарен. Можно ознакомиться с вашим вот три времена и разрезом по Муксу, потому что мы готовим вот такой очень серьезный каталог, каталог, и хотелось бы ссылаться на такое, как за уважаемого автора и как-то даже сопоставить с нашими данными. Можно как-то... Я даже готов приехать. Да. То есть вот сейчас у нас это несложно. Вот это реально существует, это каталоги, и можно где-либо ознакомиться с ними. Мы заканчиваем эту работу в этом году. То есть пока обобщения нет. Есть каталог, мы работаем с этим каталогом, проверяем достоверность, сопоставляем с данными других каталогов, но пока обобщения нет. Вот в процессе мы могли бы просто мне как-то одним глазком посмотреть. Вот три разреза, три каталога. Приезжайте, покажем, конечно, нет секретов. О, спасибо. И второй вопрос, если можно, я немного, потому что хотел вопрос задать в Алма-Ате, не получилось. Нам сложно, вот ребята уже получают хорошие результаты, нам организовать защиту. Вы в курсе все, и знаете, вот чтобы мы организовали, отправили для защиты в вашем совете, или чего-то это возможно. Первый вопрос. Второй. У нас радиоизотопные исследования становятся очень серьезной проблемой. То есть мы владеем сейчас такой методикой, и почти на 5-6 летниках мы собираем радиоизотопы, изотопные исследования, и также мы хотим наладить радиоизотопные исследования. Вот как бы у вас уже с 2014 года работаете, можно ли отправить или организовать докторантуру, аспирантуру, PHD или что-нибудь такое, чтобы, ну, когда вот по радиоизотопам и защитам. Два вопроса. Значит, Абрифанит, мы имеем такую же проблему, как и вы, защитой диссертации. У нас, к сожалению, Академия наук отлучена от науки. Вот сейчас есть, как говорят, некие подвижки в нужном управлении. И у нас нет советов по защите диссертации. В этом проблема. Это катастрофа. У нас есть готовые работы по защите диссертации, но защищать нехто. Вот мы ищем такие советы и в России, и в Кыргызстане есть. Будем пытаться это сделать. Что касается изотопного анализа. Этот анализ выполнен на базе лаборатории Университета Рейзинга. У нас есть такая лаборатория сейчас, машинная лаборатория. Можно приехать посмотреть. Вы консультироваться своих специалистов можете направить только туда. К нам направлять некого. Пока мы в этом году приобретаем анализатор. Пикаро. Да. Мы работаем тесно в МАГАТЕ. В общем-то, консультанты там есть. Как говорится, соседи все-таки ближе, если у них налажить. Ну, я понял. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое, Игорь Васильевич. И спасибо профессор Каюмов. Мне очень приятно, что наша площадка становится местом, где вы можете наладить сотрудничество, задать друг другу вопросы. я очень рада этому. И прежде чем продолжить, у нас остался последний блок, третий, я бы попросила вас всех заполнить вот в чате нашей нашей конференции форму обратной связи. Это займет у вас, всех прошу, участников нашей конференции. Это займет две-три минуты вашего времени, но для нас, для обратной связи, это поможет улучшить нам нашу работу в дальнейшем. Спасибо большое всем. И переходим к третьему нашему блоку. Я бы хотела услышать от вас, уважаемые ученые, что же нас ждет, прогнозы, ну, прогнозы вы уже, в принципе, озвучили, ваши рекомендации. Вот что я сейчас хочу от вас услышать. И, пожалуйста, Василий, с вас начнем. У вас есть рекомендации? Пожалуйста. Мы продолжаем в обратном порядке, то есть Казахстан сейчас опять первый. Ну, рекомендации, как уже было озвучено нашими специалистами, нашими уважаемыми профессорами. Рекомендации здесь это стремление к адаптации, поскольку мы не можем повлиять на естественный природный процесс на таяние ледников. Как Максим заметил, что это очень дорогое удовольствие повлиять на естественный процесс на таяние ледников. Укрывание, покрытие, всякими материалами и так далее. Это работает только для отдельных небольших ледничков. То есть повлиять на процесс, спасти ледники мы не в состоянии. Что мы можем сделать? Это значит выработать единую систему адаптации для использования снежно-ледовых ресурсов в странах Центральной Азии. Причем не индивидуально каждая страна должна этим заниматься, а вместе все, потому что Амурдарья, Асырдарья это реки не единой страны. Здесь нужен подход всех ученых и в том числе и правительства, кто принимает решения. А мы, как глицеологи, отвечающие за снежно-ледовые ресурсы, должны здесь непосредственно принимать участие для выработки рекомендаций, для выработки стратегий по рациональному использованию водных ресурсов. Вот я бы рекомендовал вкратце и так делать. Спасибо большое. Игорь Васильевич, я вас не утомила, я от вас хочу тоже услышать ваши рекомендации. Значит, насчет рекомендаций, во-первых, вот я хотел бы сказать еще немного о результатах нашей работы. Значит, вот при сохранении тех темпов деградации ледников, ледники Казахстана уже к концу этого столетия могут исчезнуть. Не только Казахстан, но и внешних бассейнов гор Тяньшаня, по крайней мере, и ряда бассейнов других сиритов. Значит, чем это грозит? Пик половодия, значит, вот в следствии сокращения ледников пик половодия сместится с июля-августа на апрель-май. А жесткий дефицит воды в вегетационный период, то есть в летний период станет нормой. Это в принципе будет катастрофа для сельского хозяйства. теперь что из тех выводов, которые результаты наших исследований, совместных исследований, это эти результаты позволяют сделать выводы о том, что средние характеристики стока, рек стока, устойчивы в течение всего периода наблюдения. Несмотря на сокращение ледников, сток практически средние характеристики, средние многолетние, он изменяется от года к году, но средние характеристики устойчивы по крайней мере всего периода наблюдений. Устойчивы не только объем стока, но и внутри годовое распределение стока. Вот это навело нас на мысль о том, что есть какой-то компенсационный механизм. Вот таким механизмом по нашим оценкам является все более значительное участие в стоке формирования истока талых вод подземных льдов. Это погребенные ледники, это льды каменных глящеров, обвальных толщ скальных пород, содержащих лед, это осыпи, это мерзлота. То есть вот эти воды, они компенсируют потери стока за счет сокращения площади ледников и сток остается постоянным до сих пор. Но мы, к сожалению, не знаем, каковы запасы подземных льдов, как долго будет действовать этот механизм и, так сказать, надолго ли этого механизма хватит. Теперь, чем еще обеспечена устойчивость вот стока? Во-первых, это устойчивость сумм атмосферных осадков в зоне формирования стока. Вот по последним данным, эти данные опубликованы, это не наши данные, это Институт географии Москва, Соломина, директор Института географии, сток, суммы осадков в бассейне реки Наррен, это внутренний Кеншайн, устойчивый, практически не меняются средние характеристики середины 18 века, с 1750 года. Значит, эта устойчивость также, так сказать, определенно поддерживается еще так называемыми рециркуляционными осадками. Вот те результаты, которые получены вот Золиной с участием в сборе проб на анализ, изотопный анализ представителей стран региона, вот по результатам анализа проб осадков, это 800, больше 800 проб из 4 бассейнов Центральной Азии за 3 года. По этим данным оказалось, что около 50% в среднем по 4 бассейнам контрольным около 50%, не менее 50% осадков региона это рециркуляционные, то есть это повторные осадки за счет испарения с площади поверхности этих бассейнов. Это прежде всего в совершаемых массивах, самые дальние источники влаги это Черное море, это Средиземноморье и Западная Сибирь. То есть из этих регионов самые дальние источники, из которых вступают влаги из атмосферы. А 50% примерно, даже больше 50% это за счет местного оборота влаги. То есть это регион саморегулирования, саморегулируемый в плане водообеспечения. Вот все это позволяет сделать вывод о том, что приходная часть водного баланса всей этой территории Центральной Азии остается стабильной в течение всего периода наблюдения. Поэтому сток стабилен. Поэтому все эти разговоры, все вот эти вот караул, давайте спасаться, воды не хватает. Воды действительно не хватает. Но это не хватает не потому, что сократился сток, сократились водные ресурсы, а потому, что увеличился запрос на воду. За счет увеличения численности населения, за счет необходимости развивать в каждой стране свою промышленность, свои технологии, водоемкие технологии. И за счет того, что вот нет согласованности в использовании водных ресурсов, каждая страна пытается решить эти проблемы самостоятельно. Вот возможность решения проблемы на национальном уровне давно исчерпана. Пора понять, что единственный выход из положения объединиться, сесть за стул переговоров и договориться, как использовать вот эти общие ресурсы. По сути, все страны региона в отношении водной безопасности в одной лодке. Мы все в одной лодке. То есть, если в одной стране непродуманное решение, спонтанное, какое-то техническое действие в водном секторе экономики, это может сказаться трагедией на положении во всех странах региона. То есть, это очень серьезная проблема. И в этом отношении именно здесь очень серьезная ответственность и очень серьезное бремя на возможности на науке. объединить усилия ученых. Потому что, если вот эти решения на международном уровне будут приниматься специалистами, которые, так сказать, поверхностно знают положение дел в регионе, то результат будет плачевный. вот такое сотрудничество стран региона, оно может ну, так сказать, продуктом этого сотрудничества может стать согласованной между учеными стран региона реальные результаты, которые могут лечь в основу вот этих решений, межправительственных решений по использованию водных ресурсов региона. То есть вот в этом направлении нужно двигаться. Еще раз хочу сказать, что мы в одной лодке нужно собираться и говорить серьезно, не обвинять друг друга, а то вот Кыргызстан, там Россия воду не дает, Казахстану там были такие обвинения, Кыргызстан обвиняет, что вот наша вода, хотим водить, хотите воду, платите деньги, то есть это вот разговоры, которые, как говорят, ведут в тупик. Вот эти проблемы нужно решать вообще. Вот я на этой ночи хочу закончить с моего выступления. Спасибо огромное. Мне очень откликается то, что вы говорите. Я понимаю, что насколько серьезна ваша работа, насколько серьезны ваши исследования. Я хочу слово предоставить. Пожалуйста, Максим, ваши рекомендации. Я просто хочу еще прокомментировать Игорь Васильевич. Вот то, о чем вы говорите, я несколько раз читала где-то, ну, или, может быть, у меня, может быть, свои собственные мысли по поводу того, что когда нет вот такого вот объединения регионального и проблемы с водой сейчас всех, вот, мне кажется, что вам в мире сейчас всех интересует, сколько запасов есть на наших ледниках. Это очень важно, и я так тоже сторонник того, чтобы ученые прогнозировали и предсказывали, а наши стороны, принимающие решения, все это принимали очень серьезно, потому что то, что мы сейчас видим, что прогнозы, даже прогнозы, которые были, они опережают события. Спасибо большое, Максим, вам слово. Я полностью согласен с мнением Игоря Васильевича, просто хочу добавить, что цифры такие, что в 60-м году в Узбекистане жило 9 миллионов человек, буквально позавчера родился 36-ти миллионный житель Узбекистана, поэтому ну, нормы водоподпотребления очень сильно возросли, и, конечно, помимо того, что там как-то надо адаптироваться к мнению ледников, надо в первую очередь внедрять водосберегающие технологии, воды все меньше, людей все больше, особенно это касается чистой воды, которая к нам приходит сверху, это не совсем восполнимые такие резервы, и, конечно, что еще можно тут добавить, помимо того, что вода нужна, еще и очень аккуратно надо строить все эти новые гидроэлектростанции, чтобы не перекрыть воду своим соседям, это раз, и два, чтобы подъем вот этого гидростатического давления по бортам каких-то горных долин не вызвало сход огромных оползней, которые сейчас вроде бы как-то дремлют, но потом могут активизироваться, и чтобы дальше не навредить, то есть, конечно, в первую очередь, и смотреть, как еще меняется экологическое равновесие с затоплением вот этих вот территорий, то есть, да, надо эти вопросы решать, но решать их надо осторожно, ну вот, собственно, что я хотел добавить к предыдущему выступлению, спасибо. Ну, может быть, еще вот два слова. Да, конечно. Это вот работы по изотопному анализу, они вскрыли еще одно замечательное свойство ледников. по результатам изотопного анализа качества воды в шести рек регионов за три года там в общей сложности около семи тысяч проб воды было отобрано. Эти пробы, эти работы продолжаются сейчас в бассейнах, по крайней мере. Это Большая Малан Матинка и Каферниган. Значит, оказалось, что за счет того, что ледниковые воды разбавляют речной сток, речные воды, качество воды на выходе рек из гор, как минимум, удерживается в рамках санитарных норм для питьевого водоснабжения. Если исчезнут ледники, то качество воды очень серьезно ухудшится. То есть, это вот тоже еще одна проблема. Это тоже одна проблема для циологии, которую нужно с одной стороны афишировать и которую нужно постоянно контролировать. Как меняется? спасибо огромное. Очень интересные данные. Вот здесь для меня, например, очень много интересного сегодня я узнала. Господин Каюмов, пожалуйста, вам слово, включите ваш микрофон, и у вас есть две минуты, чтобы добавить и свои предложения. включите микрофон, пожалуйста. Где бы я ни выступал, у меня всегда две минуты, одна минута, говорят, все уже сказали. Нет, я могу вам даже пять минут сказать. Я скажу так, говорят, красота спасает мир. Я его перефразирую, наука спасает ледники, потому что не имея реальные данные, экспедиционные данные о ледниках, мы не знаем, вот кто бы что бы не сказал. Те исследования, которые были в 57-м году, вот это настоящие фундаментальные исследования по всему региону. Сейчас таких исследований с этого 57-го года нет. Есть отдельные фрагментарные. Вот сейчас уже появляются ростки. Давайте вот эти ростки будем сохранять и объединить. Действительно, если каждая страна в отдельности будет пытаться решать свои вопросы, литологиям не получится. Надо совместно работать и не зная научные результаты, не зная реальная запаса ледников, состояние ледников, о чем-то какие-то мероприятия проводить, но это абсурд. Абсурд. Поверьте. рекомендации это дело скажем, как их называют, гандалки и журналисты, не обижайтесь, журналисты, которые говорят, вот так сделаем, вот так сделаем. Научный мир, он должен иметь абсолютное доказательство, доказанное с помощью корреляционного регуляционного анализа и два-три раза прогонять и посмотреть, что есть. Поэтому я обычно воздержусь от таких рекомендаций по простой причине, что у нас пока идет только сбор данных, но одно скажу, что, например, посадка деревьев это один способ защиты ледников. Во-первых, конкретный пример есть. Есть кошелая, которые после селевого потока разрушился мост и люди не могли пройти к кошелаях. вот это состояние языковой части ледника улучшился. Гроты огромные, обвалы исчезли. И поэтому, я думаю, что существует много способов сохранения ледников, адаптироваться, но лучше всего, когда нет метод воздействия на этих воздействий, надо адаптироваться. Я думаю, что без науки, без научных знаний, без конкретных результатов по данному конкретных ушелья региона и в целом мы ничего не сделаем. Нужны научные рекомендации, а не так, давайте вот так быстро, мозговой штурм, в три подхода мы решили все проблемы. Были такие в 90-е годы, которые ни к чему не приводят. Большое спасибо за ваше приглашение и организация такого хорошего. Вы собрали калифейн Центральной Азии, но я себя не считаю, в Центральной Азии, которые... Мне очень приятно, что самое главное, то, что вы говорите, вы говорите вот журналисты, ну да, вполне я с вами совершенно согласна, но наука, она серьезная и то, что самое главное, вы говорите, это необходимо проводить исследования и эти исследования должны быть совместными. И на основе этих научных исследований должны быть... Взаимопроверяемые должны быть. должны будут приниматься вот эти все наши дальнейшие меры для того, чтобы мы смогли передать свою планету в таком состоянии хотя бы, как мы сами ее получили. Это очень важно. Спасибо вам огромное за участие. Мы на 7 минут в теме зум-конференции, но я думаю, что у нас получилась очень серьезная плодотворная беседа. Я надеюсь, что наши страны будут сотрудничать в этом направлении и благодарю вас всех. Желаю всем вам успешной работы в вашей... Это колоссальная, мне кажется, что очень серьезная работа, которую вы ведете. И я хочу сказать, что... Напомнить, что сегодня с нами на связи были эксперты-глецеологи из Казахстана Игорь Северский и Василий Капица, Абдул-Хамид Каюмов из Душамбе и Максим Петров из Узбекистана. А больше аналитических материалов по этой и другим темам вы сможете найти на нашем аналитическом портале по адресу тройное в.кабар.азия. Я еще, кстати, призываю вас также, уважаемые эксперты, сотрудничать с нами и присылать нам свои какие-то работы, которые могут увидеть широкий круг читателей. Мы публикуем свои материалы на национальных языках Центральной Азии, а также на английском языке. И у нас очень будущая и хорошая аудитория. Спасибо огромное. До новых встреч. Желаю вам всем успехов. До свидания. Всем спасибо. Спасибо большое. Всего доброго всем. До встречи. субтитры. Спасибо. субтитры.